МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш очередной утро в Шанхае. Уличные танцы в парке. И прогулки, прогулки по парке с детьми и для здоровья. Так, вид на нашу гостиницу. Французский отель. Наш автомобиль, который нас повезет на экскурсию. У нас сегодня экскурсионный день. Работы закончены. И мы поедем узнавать тайны города Шанхая. И окрестности, соответственно, тоже. Так, ну так, мы поехали. Шанхай – город контрастов. Хорошее состояние дорог автобанов. Разделительные полосы, зеленые насаждения. Позволяет ездить с дальним светом без проблем. И звукогасящие экраны делают жизнь окружающих людей комфортной. Я бы сказал, что на уровне французских автомобанов дороги. Повторюсь, платные. Сколько стоит, пока не знаю. Спрошу, расскажу. Сейчас мы пригород города Суджоу. Это пригород. Город, говорят, небольшой. Но по местным меркам, я так понимаю, миллионов на 10-15. Здесь накал франкут. Речки местные. Обратите внимание. Ну что ж, мы доехали. Начало экскурсии в сад скромного чиновника. Чиновник интересен тем, что не брал взятки. Его имя осталось в веках памяти китайского народа. Ну, он помогал простым людям, не брал взятки и вел праведный образ жизни. Что из этого получилось, увидим чуть позже. Я на экскурсии в Китае. Мы идем в сад скромного чиновника. Со мной мои коллеги. Это Шанхай. Недалеко от Шанхая. Небольшой городочек, недалеко от Шанхая. Шесть миллионов жителей. Это немного. Верьте мне. Историческая часть. Кули. В характерных шапках. Как мы так давно искали в Китае. И наконец-то нашли. Так. Напомню, что это прогулка по исторической части. Сад скромного чиновника. Что будет дальше, покажет время и наши репортажи. Если меня здесь, я за билетом. Здесь дают билет. Сейчас сад скромного чиновника. Неподражаемый колорит. Интересно, зачем так крышу гнули? А зачем так крышу гнули? Не иначе, как собачка скромного чиновника. Всякие сувениры продаются. Шапки, вееры. Стромного чиновника. В общем, полный антуражный рай. Для желающих посмотреть на Китай вблизи. Это жемчуг. Иначе, как жемчуг. Туристический район. Мы окунемся сейчас в туристический район Китая. Заходим в сад скромного чиновника. И увидим сейчас волшебство. Мы готовимся к волшебству внутренней уже, настраиваемся. На то, что это будет скромный сад скромного чиновника. Здесь схема сада. Схема сада. Схема сада. Схема сада. Чиновник, прежде чем попасть в сад, должен был посмотреть схему своего сада. Потому что он был скромный. И не все помнил. История следующая. Он был очень скромным, этот чиновник. Он без взяток делал много хорошего для обычных людей. И люди собрали деньги, подарили им этот сад. Согласитесь, клевая отмаза. Нет, нет, он никого не просил это делать. Люди сами собрали деньги. И создали этот сад ему в подарок. Сад скромного чиновника. Чиновник сходил в посаду с путеводителями. Да, похоже, он был настолько скромен. Чиновник был настолько скромен, что не совсем помнил, что у него в саду. Ну вот, как-то так. Рыбки в саду. Красные рыбки. Разные рыбки. Как блухает в сад. Как здесь хорошо было предаваться мыслям о несовершенстве мира. Или о совершенстве мира. Какой запах. Смотрите, почти так же, как у нас на даче в саду. Прекрасный. Пролясный. И поистине прелестные уголки тут есть. Китай. Чиновник. Чиновник. Александр. Чиновник. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok А, кабинет. Судя по всему, кабинет скромного чиновника. Как же народ любил своего чиновника, что подарил ему такое восхитительное место. Вот, понимаете, тайский замочек. Такие замочки нам не привозят. Невозь. Боже, это как же надо любить своего чиновника, что подарить ему такой домик. А это вновь чиновника. Скромного. Прибирается с воды. Или рыбу ловит. Так, ну это, я так понимаю, уже в садах скромного чиновника. Бонзай, бонзай и прочие зай-зай. Неплохо. Бонзай? Да, я в 30. Бонзай. Ну, вообще, конечно, восхитительно. Смотрите, это же целое искусство. Вырастить маленькое деревце в горшочке. Рыбакам это будет интересно. Это удочки, будущие удочки. Теперь мы с вами знаем, откуда берутся бамбуковые удочки. Они вырастают. Потом их срезают. И продают нам бамбуковое удилище. Удочковый бамбур. Да. Удочковый. Уточковый. Удочковый. Удочковый. Вот, переворол. Вот кабинет. Это его кабинет. Рабочий кабинет. Да. Рабочий кабинет. Здесь он работал с документами. А здесь чем стучать надо? Колодец, колодец, дай воды на пиццу. Колодец. Колодец, колодец, дай небо глоток. Здесь понятно, традиционный рыночек со всякими. Скромный рынок скромного чиновника. Мы закончили осмотр сада скромного чиновника. О, у нас когда-то так тоже делали на березах. Вот. И сейчас мы направляемся дальше. Дальше куда-то мы направляемся. Тут куклы, свиновки, геера. В общем, так. Антуражненько, антуражненько. Не могу понять. Ну, это, скорее всего, кашевого отдела какие-то, такие в старинном стиле. Ну, работа с камнем, судя по всему. Народное искусство. И иероглиф усердия. Поделки, постукивания, зазывалы, хорошие цены. Приходи, налетай, покупай. Вкусный мушмак кушай. Сладкий, жирный мушмак. Вах-вах-вах. В общем, так вот. Азиатский рынок. В общем, Китай, конечно, очень любопытная страна. Я вот нахожусь здесь по долгу службы. И, так сказать, только краешком, только совсем краешком, удалось коснуться некой исторической части. Я вам скажу, что, ну, сюда точно имеет смысл ехать. Вот, имеет смысл. Единственное, что, конечно, надо очень хорошо знать, куда ехать. И нужен хороший проводник. Ну, как во всякой экзотической стране, нужен человек, который знает, куда ехать. И знает, что здесь можно найти. А это, по-моему, жемчуг, да, точно? Вот так жемчуг растет. Вот здесь жемчужные устрицы. И магазин жемчуга. А, я понял, не растет жемчуг, не отходя от магазина, что называется. Так. Колористика улицы. Гром и звуки азиатского базара. Так, пора покушать. Такой добродушный человек зовет покушать. А вот он, настоящий. Окей. Так что здесь можно зайти и покушать, кто хочет. Но мы зайдем немножко в другое место. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ